Друзья, всем привет! Я снова в эфире, снова вещаем. Под разгреб немного то, что происходило у нас после снегопада. Это просто реально ужас какой-то. Я не помню, когда такое было. Выпал снег, пришла настоящая зима. Да, все радовались, но на дорогах творилось. Творится на дорогах до сих пор. Пробки, десятибальный город просто... Просто понимаете, неделю стоял колом. То есть реально за час по одному километру. Вот. Те автомобили, которые стояли на авторынке, еще хоть как-то можно было смотреть. А которые по городу разбросаны, это просто жесть. Вот сегодня, сегодня у нас пятница, я только-только раскидался с этими автомобилями. Вот. Поэтому сейчас у меня есть время. Едем на авторынок в зеленый угол. Еду я на осмотры автомобилей и для вас сделаю декабрьский обзор цен. Посмотрим, как изменилась цена. Как обычно, много автомобилей брать не буду. Вот. Зайдем с вами на самую первую стоянку. На авторынке зеленый угол. Я вам напоминаю, занимаюсь помощью при покупке автомобиля. Если вас интересует какой-то японский автомобиль. Кстати, друзья, постоянно буду говорить. Постоянно. Автомобили смотрите на сайте drom.ru. Авито, автору, сайты у нас не актуальны. Я еще раз говорю, я против ничего этих сайтов не имею. Но у нас в Приморском крае, да, у нас все автомобили, они выставляются на drom.ru. Они могут дублироваться на авито. Автомобили смотрите, которые в наличии. Автомобили в пути. Под заказ не смотрите. Я понимаю то, что многие неопытные заходят, да, и видят то, что заниженная стоимость. Ну, поймите, ну, не могут автомобили, не может, да не может инвагон, да, там в идеальном состоянии с пробегом 50 тысяч стоит 350 тысяч рублей. Ну, такого просто не бывает. Бесплатный сыр, как говорится, только в мышеловке. Поэтому drom.ru. Автомобили в наличии. Автомобили в пути, под заказ. Не смотрим. Следующий момент, что хотелось бы сказать. Многие спрашивают, заказывать автомобиль через аукционную компанию или не заказывать. Это мнение, это ваше личное мнение. Хотите, заказывайте. Хотите, нет. Лично мое мнение, я привык, то, что я вот приду, автомобиль руками своими потрогаю, пощупаю, прокачусь на нем, произведу какие-то манипуляции. Но по фотографиям я его покупать не буду, да. Ни в коем случае я не хочу обидеть какие-то аукционные компании, да, которые возят автомобили. Я высказал просто свое мнение. Ладно, едем на авторынок зеленый угол. Начнем мы с вами с самой первой стоянки. Авторынка зеленый угол. Вот здесь въезд. С первой стояночки слева. Как видите, стоянка полная. Автомобили есть. CSR 2018 год. Цена не указана. Будем смотреть только там, где есть цена. Nissan NV200 2010 год. Объем двигателей на них идет 1,6 литра. 845 тысяч рублей. Стоит такой автомобиль. Они идут переднеприводные. Не помню, по-моему, с 2018 года появились автомобили 4WD. Есть пассажирские версии, но это такие, друзья, прям штучные экземпляры. Такой рабочий автомобиль выбирает между NV-шкой и между Bongo. Ну, я имею в виду NV200 и Bongo. Nissan Vanette, 15-й год. Без пробега автомат 865 тысяч. Это, как видите, грузовичок у нас. Поднимемся дальше. У нас Nissan Juke. По городу, я скажу, катается их довольно много. Но, ребят, как-то особо их не берут. И так, это 2012 год. Макси комплектация. Есть все. Аукцион 4 балла. 879 тысяч рублей. Кстати, Жуков. Жуков очень много в таком красном цвете. Редкий экземпляр на авторынке. Suzuki SX-4. 11-й год, 11-й месяц. Полтора литра, 4WD. С кнопки. Зимняя резина. Установлены литые диски. Стоимость данного автомобиля 760 тысяч рублей. Да, полтора литра лежит аукционный лист. Honda Insight. Довольно популярный автомобиль. Интересуются им часто. 1,3. Стоимость таких автомобилей в районе 600 тысяч рублей. Toyota Tank. Есть также Rumi, Subaru Justi, Daihatsu Tor. Объем двигателя 1 литр. Также есть трубовые версии. За простой автомобиль. За простую комплектацию с пробегом в районе сотки. Рублей за тысяч, наверное, за 600. Можно попытаться найти. 580, 620, 630. Этому остается Сиента. Минивэн от Сиенты. Предыдущий кузов. Да, не последний. Полтора литра. 4WD. 740 тысяч. Тоже бывает, спрашивают такие автомобили. Но Сиент в этом кузове их довольно мало. Toyota Prius 20 кузов. Вот Prius и сам не пойму. То есть, то нет. То есть, то нет. Но цена за Prius, конечно, кусается за 20 кузов. Друзья, вы помните время? Можно было 30 кузов взять за 600 тысяч. А это в восьмой год 720 тысяч. Несмотря на такое подорожание, люди все равно покупают японские автомобили. Это у нас уже 17-й. 3,5. Цена не указана. Японский руль. Завоевал. Уважение. Honda Vezel. Японский руль. Японские автомобили, ребят. Honda Vezel. 14-й год. 4 ВД. 1 миллион 335 тысяч. Я еще хотел бы уделить внимание. Ребят, я вот хожу, снимаю автомобили. Я не знаю, что с ними происходит. Вот я не знаю, что происходит с этим Vezel. Любой автомобиль нужно проверять. Здесь я вижу 4 балла. Пробег 115 тысяч. Как там дальше дела обстоят, не могу сказать. Любой автомобиль нужно проверять. Еще один Prius. Цена на нем не указана. Vezel 16-й год. 1,3. Недорого. Да, цена есть, безусловно. Недорого. Toyota Isis. Мне данный автомобиль прям импонирует. Мне он очень нравится. Был бы он повыше. 13-й год. 11-й месяц. Еще он 4WD. И Platano. Конечно же, Platano. 995 тысяч. То есть, по внешнему виду Platano. Ну, с шелдой, да, идет Platano. И он идет в обвесах. Конечно, он намного круче смотрится. Чем обычный. Чем не Platano. Toyota Rush. Daihatsu Bego. Полностью. Единственные. Полностью. Одинаковые автомобили. Объем двигателей полтора литра. Здесь, кстати, автомат. 885 тысяч рублей. Есть заднеприводные автомобили. Но я, если честно, я не понимаю. Кроссовер. Да, не важно, что это будет. Bego. Хорек. Там. Сурф какой-нибудь старый. Почему их делают заднеприводными? Для чего? Честно, не пойму. Такой мини-грузовичок у нас стоит. По не мини-цене. Летаясь. 18-й год. 4WD. Новая зимняя резина. Дифлок. 1 миллион. 1 миллион, ребят. 150 тысяч рублей. Многие говорят, что у вас на вторинке, на стоянках стоят одни и те же машины. Ребят, в принципе, да, вы правы. Машины одни и те же. Танки. Prius. Sient. Танки. Ноуты. Филдера. Форестеры. Хайджеты. Машины одни и те же. Но машины меняются. Машины покупают. Но вот, 17-й год, 12-й месяц. И, внимание, цена недорого. Интрига. Интрига, как говорят продавцы. Toyota Fielder. 17-й год. 4WD. G-комплектация. 959 тысяч рублей. А недавно я закончил поиск Филдера. Ну, как закончил. Внесли задаток. Вот машина уже стоит практически 2 недели. Ждем покупателя. Ребят. Филдер стоил. Если мне не изменяет память. 900, по-моему, 20 тысяч рублей. А здесь 959. Цена подрастает. Реально подрастает цена. Альтернативы, я считаю, нет. Это лично, лично мое мнение. Мазда Бонго. Грузовик. 875 тысяч рублей. 15-й год. Автомат. Есть ли они на коробке? Хайлендер. Но это пробежный Хайлендер. Здесь стоит еще одна двадцатка. Смотрите, Элегран стоит. Но я почему-то думаю, что это конструктор. Хотя, может быть, и нет. Я в этом не уверен. 20-й год. 20-й год. Объем двигателя 2,5. 1 миллион 830 тысяч рублей. Машина хорошая. Комфортабельная. Надежная. Как корабль. Но нет их. Еще две двадцатки стоят. Вот, чтобы было понятно. Вид сверху данной стоянки. 17-й год. Ноах. 1 миллион 665 тысяч. 2 литра. Если гибрид, то они идут 1,8. Ну, что у нас тут еще есть? Фитшаттл. Гибридная версия. МР-вагон. Киприус. К сожалению, без цены. Но у меня 68 метров. Друзья мои, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я пошел дальше проверять автомобили. Вот такой вот кратенький обзор у нас получился. Я думаю, за выходные сделаю еще пару обзоров. Уже такие полноценные. Вот кто-то их свои купил. Полноценные. Похожу по стояночкам. Поснимаю для вас. Напишите в комментариях, на что больше уделить внимание. В плане седаны, кроссоверы, автобусы, минивены. Но дороги у нас в таком состоянии.